Громадный вход. Представляете, вот потолок и вот такие створки. А вот, смотрите, вот отсюда дверь. И вот она дверь. Вот такая дверь была. И вот здесь вот серединка. Двойная дверь, как во дворце. От дворца только воспоминания. Исторический памятник, дом Лесневского. Аварийное здание. Без канализации, отоплений и других удобств в нем проживают три семьи. Недавно под снегом продавила крышу. 30 лет дом не реставрирует. Но даже таким он привлекает туристов. Приходят очень большие группы туристов. Иностранцы были, немцы были. Приезжают из других регионов России. Ну, человек 25 по 30 группы. И приводят, показывают вот этот вот развалившийся дом. Мне так стыдно. Я даже к окошку боюсь подходить. Это постройка 1907 года. Ее первый хозяин Александр Лесневский, глава Барнаула начала 20 века. Его дом был известен домашним театром со сценой и деревянными кружевами на фасаде. Их уже не осталось. Реставрацию здания оценивают в 52 миллиона рублей. Несколько лет назад город заказывал проект реконструкции этого дома. Его выполняли новосибирские архитекторы. Мастерская Таскина. И этим, я так понимаю, было положено начало работы над этим домом. Людей должны были расселить, а из дома сделать музей. Но тот проект уже устарел. Его нужно переделать. И чтобы начать реконструкцию снова, городские власти должны заручиться поддержкой Алтая Охранкультуры. Непосредственно работы по реконструкции памятника архитектуры имеют право проводить лица, аттестованные в установленном законном порядке и являющиеся сотрудниками организаций, у которых имеются лицензии на проведение таких работ. А в мэрии отвечают, запрос в Алтая Охранкультуру направлен давно, но ответа нет. А на расселение жильцов в казне нет дополнительных 12 миллионов рублей. Неоднократно гражданам были разъяснены их права на предоставление аренды за счет муниципалитета по решению Барновской городской думы, либо на проживание в маневренном фонде до момента их расселения. В настоящее время никто из граждан, скажем так, этими социальными льготами не воспользовался. Тем не менее, такое положение дел прокуратура признала бездействием властей, пояснил юрист по жилищным вопросам. А значит, жители дома могут отстаивать свои права в суде. Правда, если сейчас людей расселят, памятник ждет еще более печальная участь. Его могут просто забросить. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует...